Муниципалитеты республики начали подводить итоги социально-экономического развития за прошлый год. Первыми отчитались власти Красночитайского района. Выездные совещания для правительства Чувашии, возможность наладить обратную связь с местными жителями и наметить планы на перспективу. Глава республики приехал в Красный Читай с солидным списком поручений. Подробности у Дмитрия Ковалева. Красночитайский район – лидер программы инициативного бюджетирования. Это когда сами жители решают, что именно необходимо построить и отремонтировать. В 2018 муниципалитете реализовали более 15 проектов. В этом году подано 46 заявок. Благодаря эффективной работе местных властей сокращается количество неиспользуемых земель. Немалые суммы в бюджет поступают от арендаторов муниципального имущества. От реализации муниципального имущества на 400 тысяч рублей. На текущий год собственные доходы планируем во объеме 62 миллионов 800 рублей. Передвигаясь по Красночитайскому району, наша съемочная группа убедилась в том, что местная транспортная сеть явно нуждается в ремонте. Эту тему обсудили и на совещании с активом. Более 250 километров дорог сейчас не отвечают нормативам. На реконструкцию проблемных участков в этом году муниципалитету выделят 90 миллионов. И это лишь один из вопросов, напрямую влияющий на развитие района, отметил глава республики. Но наша задача, начиная с этого года, уже четко начинать выполнять мероприятия, предусмотренные в указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это практически национальные проекты. Дополнительно получим по Министерству строительства Российской Федерации, по Министерству строительства Российской Федерации, по Министерству природы для рекультивации тех свалок, которые мы закрыли. Еще одна тема – приток инвестиций. Новым проектам в муниципалитете дают зеленый свет. Это один из уже реализованных инвестиционных проектов. В сельхозкоперативе Коминтерн возвели новый доильный блок. Он оснащен передовой техникой. За всем процессом следят специалисты. В объективе видеокамеры – доильный зал, как на ладони. На его строительство направили более 100 миллионов рублей. Аграрии намерены увеличить объемы реализации молока. Вообще, сельское хозяйство называют локомотивом экономики муниципалитета. Вот это же у нас сейчас практически реально мировые технологии. Таких доильных блоков каруселей, где одновременно можно получить молоко от 36 коров, даже в стране немного. Оборудование здесь отвечает энергоэффективным стандартам. Председатель сельхозкооператива говорит, что после модернизации фермы заметно улучшилось качество продукции. В жаркое время. В танк-ухладителе молоко долго будет охлаждаться. Чиллер купили, мы думаем, вот это оправдается. Катису лучше будет обеспечиться. Катису лучше будет, ага. В этом году в районе намерены реализовать шесть инвестиционных проектов. Большого эффекта ожидают и от программы поддержки малого бизнеса. Ее задача создавать новые рабочие места. Здесь же мы видим в Красно-Читайском районе уровень безработицы почти в два раза превышает средний по Чувашской республике показатель. То есть, с одной стороны, мы должны увеличить чистость занятых в этом районе. Глава региона отметил, что у муниципалитета большой потенциал. Но только от местных властей зависит, будет ли двигаться район вперед. Очевидно, что многие жители хотят перемен. Ставка на развитие экономики. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.